Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня в НРД я одела своё любимое платье. Вчера я подстриглась. Это говорит о том, что мы будем говорить о Венере. У нас сегодня пятнадцатое занятие, и я его назвала так. Венера нравится или не нравится? Финансовый поток или слив? Потому что Венера отвечает не только за красоту, не только за нас физический и материальный мир, но и за наш финансово-материальный мир. Об этом мы будем говорить сегодня. На пятнадцатом занятии вы, наверное, обратили внимание, что я сделала достаточно большой перерыв. Почему? Потому что я вам расскажу. Почему? Итак, потому что не просто так я на заставку поставила прекрасного молодого человека, весь всего покрытого тату с различными надписями. И, конечно же, я обращаю ваше внимание, что сегодняшнее занятие плюс восемнадцать лет. Когда мы говорим о нашей жизни, о том, как мы учимся, работаем, зарабатываем деньги, живём в семье, создаём своё потомство, это тоже проявление душ на материальном плане бытия. И когда мы говорим о гармонии, а о гармонии я говорю всегда и постоянно, мы говорим о том, что человек должен развиваться гармонично. Итак, много сотен лет. Сначала мы зашли в Средневековье, потом мы зашли в империализм, монархию, эти, как они называются, я даже забываю всё время, олигархию, да, которые, в общем-то, существовали и в античные времена, доисторические, пятая, шестая и всякие разные другие века до нашей эры. Но давайте говорить о веке двадцатом и двадцать первом. Мудро двадцать один с вами. Сегодня на пятнадцатом занятии мы говорим о финансах, о деньгах. Так вот, человек, познавая империализм, материализм, капитализм, социализм, которым тоже было, естественно, проявление познания мира материального. Одно время мы опирались на капитал Маркса. Кто-то больше, кто-то в меньшей степени. Например, Владимир Ильич Ленин, да, и привлёк себе труды и Маркса, и Энгельса. Для чего? Для того, чтобы было можно опираться. Вот, например, я, Ольга, Фьора де ла Вита. Я не знаю столько, сколько я вам рассказываю. Откуда я беру эти знания? Я опираюсь на знания, которые изначально я черпала из теософских учений. Далее я перешла читать уже дневники, практические занятия Елены Ивановны Рерих, Николая Константиновича Рерих. Я советую вам всегда, если хотите начать, начните «Семь великих тайн космоса». Это прекрасная аудиокнига, которая представлена в Ютубе, прочитана прекрасным, великолепным актёром Ирина, фамилию не помню. Далее. «Две жизни» Конкорде Антарова. Вот это произведение 20 века, которое в четырёх книгах явлено и проявлено. И там в простой публицистической форме даются знания о мироздании, о законах мироздания. Затем мой жизненный путь был. Это знакомство с Ялтинским научно-философским обществом «Мир через культуру», Донецкий, Марифлама, библиотека онлайн. И пошло и поехало. Сегодня это и Институт неопсихологии и сознания нового времени, и школа Виктора Слободнюка, у которого, кстати, вот прямо на днях открывается новый курс. Я его очень вам советую, потому что я случайно как-то в занятиях, в передачах «Венуслайф» Светланы Елыш услышала. Она говорила, да, кстати, Виктор Слободнюк, мой преподаватель, который все мои знания о жизни, астрологии, которые основаны на практиках, разложил по моим полочкам. И я нырнула в эту школу. И да, эти знания прекрасны и великолепны. И хочу сказать, недавно готовила для своей подруги партитуру её жизни, с альфеджо её жизни. Я изучала, какие энергии космоса давались ей, и тоже сделала видеозанятия, потому что, когда я увидела, что там 55 страниц, я понимаю, что человек, который никогда не видел в глаза натальную карту, не поймёт, что же там происходит. Поэтому подробно достаточно объяснила и предоставила ей этот свой труд, на что она сказала, Оля, это что, ты книгу обо мне написала? Да, там было содержание и самой партитуры в письменном виде, и тайминг видео, естественно, в закрытом формате, потому что это индивидуальная информация. Зачем я вам всё это рассказываю? Я вам говорю о том всегда, что мы должны развиваться в гармонии. Я как предприниматель 30+, так? И я вот вам даю здесь слайд, да? Что? И лайфстайл, и пальмы, и человек, и яхты, и вот планета, солнце. Но дама там сидит в гармонии, потому что, познав мир материальный, как зарабатывать деньги, я была трудоголик, рублёвка лайф и всё такое, я вам всё об этом рассказывала. Затем я прожила в Швейцарии, я напрямую посмотрела, как живёт, взаимодействует одно из самых богатых, обеспеченных государств на планете Земля, маленькое, 8 миллионов жителей, из которых 25% – это экспаты, это люди, которые приехали со всего мира, потому что там очень много компаний, которые имеют свои head office, то есть главный офис-холдинг. К сожалению, когда мы, люди, постсоветские, заходили в систему свободного рынка и империализма, капитализма, и когда нам говорили американцы ничего личного, я смотрела фильмы, видела, как увольняют людей, вот так, да? Спасибо, до свидания. Вот эта доктрина выжить всё из человека, все соки, и потом как ненужную пустую пустышку выкинуть на улицу – это доктрина мира без души, мира во благо прибыли, ради прибыли и всё во имя прибыли. Соответственно, создался разрыв, да, между людьми, которые мошенническим образом, потому что своим трудом миллиарды невозможно, даже миллионы создать было, да? Вот сейчас мы подходим к эпохе Водолея, мы видим в сети наш телеграмм Павел Дуров, а тоже, когда его задержали во Франции, я комментировала это с точки зрения вселенского видения вопроса. Зачем нам это, да? Нам жизнь всегда покажет всё, что нам нужно и необходимо. Так вот, мы в 20 веке получали этот опыт. В 2008 году начался мировой кризис. Почему? Потому что в 2012 году закончилась тёмная эпоха. Но так как на каждое действие должно быть противодействие большей силы, мы косячили сначала 15 миллионов лет, потом нам там последний миллиончик 200 тысяч лет назад обнулили нашу память, чтобы мы из каждого воплощения мыло-мочало начинаем всё сначала. Так? Соответственно, нам подарили фильмы искусства «Фабрика грёз». Нам подарили, я говорю, нам, это молодёжи, зрелым людям после распада Советского Союза, фильм «Крёстный отец», хлынули либералы-империалисты в нашу страну, в наши страны, потому что из 15 республик, 15 сестёр, каждый брат, каждая сестра решили, что они хотят получать опыт самоопределения. Поэтому мы все, но мы не знали, как это делать, мы такая, знаете, как семейка, когда родители умерли, да, и такие братья с сёстрами, кто-то начал ругаться между собой, там, я не знаю, за квартиры, за наследство, за бусы, за винный шкаф, там, ну, вот это всё, да, происходить. Кому мотоцикл, кому лодку, кому весло от лодки. Ладно, раздербанили, окей. Возникли царьки, да, каждый братик, каждая сестричка чувствовала себя крутой, не понимая, что доктрина материализма и сатанизма разделяй и властвуй. Когда мы вместе, мы сила. Знаете, есть такая былина, сказка, я не помню. Когда несколько братьев, они ругались между собой, дрались, и пришёл их отец, естественно, умудрённый опытом человек, и он сказал, если вы будете все по одному, вот смотрите, он взял веник, да, вытаскивал оттуда по одной этой былинке и ломал их. А теперь, говорит, возьмите и попробуйте сломать этот веник. И они такие, невозможно сломать. Так вот, нас разбомбили. Окей, мы стали получать этот опыт. И нам показали фильм «Крёстный отец» и сказали, не волнуйтесь, первые деньги, они всегда кровавые. Да, то есть нам, советским людям, комсомольцам, пионерам, коммунистам, рассказали, мочите друг друга, делайте всё, что хотите. И началось. Бандиты, ну вот это всё-всё-всё, убивали за деньги, убивали просто ради власти. Чубайс вместе с Гайдаром Немцов и компани создали такую схему, ваучеры, потом они этих всех обанкротили. Вот в Латвии тоже, когда прихватизация была, там банкротили предприятия, не платили людям зарплаты, и за доллар, за один лад выкупали большие предприятия, где было немецкое оборудование, потому что, ну мы, россияне, блин, как добрые оккупанты, ставили им, у них этот шпротный завод и текстиль, и всё остальное было очень вкусное и одно из самых лучших у нас. Мы при Балтику поили, колили и лелеяли. Почему я тоже так достаточно подробно на этом останавливаюсь? Потому что, когда мой покойный супруг в конце 90-х поставлял тушёнку для госрезерва гостовскую, не тушную, на меня было оформлено оборудование, которое мы за копейки купили в Латвии, немецкое, как Хнауф или Крафт, как-то, я не помню, как уже называлось, и штамповали сами эти банки вместо того, чтобы их покупать. Так вот, мы очень классно поняли, что такое мир материальный, очень классно ходим в спортзалы, я любуюсь девушками, мужчинами, какие фигуры, какие попы, я про девочек сейчас, вот, грудь натуральная, накачанная, не этими пластиковые, всё, казалось бы, прекрасно. Ну, 2024 год заканчивается, и мы переходим в 2025 год, это эпоха Водолея, эпоха, не знак, не созвездие, эпоха, и будет она длиться несколько тысячелетий. И вот, у нас уже есть Телеграм, другие сети, которые запрещённые пока у нас. Почему они запрещённые? Потому что они ещё находятся в доктрине сатанизма, манипулируют сознанием людей, от демократии, демократии они стали. Ничего от свободы слова не осталось, вы видели, Павла Дурова арестовали, поэтому я говорила, говорю, буду говорить, я за железный занавес. Итак, после того, как я вам ввела экскурс, что мы должны заходить в гармонию, начать прокачивать наши знания, вспоминать наши знания, открывать канал с нашим божественным высшим Я, которое у каждого существует, выйти из мозга, где нами манипулировали, потому что мозг хоть и создавалось добрыми венерианцами, о которых мы сегодня много будем говорить, но там спорная территория, потому что там марсиане с Люцифером главенствовали, и оттуда они нас разводят, кролики думали, что они занимаются любовью, а на самом деле их разводили, они нас разводят, наше внимание, которое в гаджеты направлено вот туда, они его сосут, это жизненная энергия, энергия солнца и энергия и время. Время, по сути, это тоже форма связи, которая, возможно, у нас пока нет слов, как это охарактеризовать, потому что когда из таблицы Менделеева эфир, которого четыре состояния, так же, как у воды, убрали, облачко газообразное, вода жидкая, лёд, камень и состояние эфирное, невидимое. Вот я сейчас в эфире нахожусь, вай-фай волны мы тоже не видим. Итак, расскажу о том, как я из мира сильно материального перешла сначала в теорию гармонии, да, не духовности, гармонии, а сейчас я работаю, чтобы быть в практике и в истинной гармонии на моём жизненном пути, на моих уроках бытия. Итак, здесь вы видите мой прекрасный логотип Ольис, Ольга Лисицына. В 90, наверное, где-то первом или втором, нет, третьем. Была создана в Латвии компания Ольис Интернешнл, так как я работала с итальянцами, с 89 года владею этим прекрасным языком, поэтому мои занятия, начиная в НРД, мы говорим о Венере. В НРД – это пятница по-итальянски. И затем в Москве в 96-м я зарегистрировала данную компанию, работала с первыми лицами государства, в том числе квартиру Бориса Николаевича Ельцина. Мы оформляли, делали там ремонт, который в Крылатском. Вот, с крупными компаниями государственными Алроса, Северсталь, ну, Рауэс. Я делала только директорат. Я же эстет и рублевка лайф. Я говорила, я не буду расставлять, там у вас 15-этажное здание, вам столы, урны, вот эти вот архивы. Нет, я любила наводить красоту, поэтому я делала обычно офисы директората. Зарабатывала деньги, повинюсь. Нас, либералы, тогда учили, что налоги платить не надо. Они нам показали систему офшорных зон. Мы открывали в офшорах, соответственно, свои компании. В России платили налоги за российское, а за многое, что не платили. Почему многие наши компании, как Русалла, Еврахима, находятся в Швейцарии, в кантоне Цуга, где платят минимальное количество налогов. Когда я рассказывала 1 августа о дне рождения Швейцарии, моей второй родине, которую я благодарю за 13-летнее там пребывание, ну, как вы знаете, я уже год, как живу в Сочи, год с плюсиком, потому что ровно год исполнился 24 сентября 2024 года. И когда я приехала в Сочи, я поняла, что мне, естественно, надо возвращаться в бизнес волну российскую, учитывая то, что на книге, которые я пишу, команду, которую я содержу, все происходит на мои финансы, а они начинают петь романсы. Почему? Потому что во время пандемии все остановилось с одной стороны, после начала СВО с другой стороны, ну, и плюс со сменой места жительства всегда надо открывать новые финансовые потоки. О них мы будем, естественно, говорить сегодня. Поэтому я сначала с одной своей подругой мы создали компанию, но она у нас не пошла, потому что каждый стал заниматься своими делами. Мы ее как зарегистрировали, так она нулевая лежит. Ничего мы там не делаем. Я надеюсь, она сейчас сама и закроется. Вот. Но я решила освежить свой бренд, который был достаточно успешный, и мое участие в квартирном вопросе, дачном ответе, журналы, Хомсенгарден, Мезоним, Салон.ру. Все обо мне писали. Поэтому у меня был раньше розовенький логотип. Кстати, его создал для меня мой друг Андрей Волков, прекрасный художник династийный, который был моим соратником, сотрудником, с которым мы сделали тоже очень много совместных и интересных проектов. и который меня познакомил с московской творческой интеллигенцией и творцами, созидателями, художниками, поэтами, писателями. Так вот, я, видите, сделала его бирюзовым. У нас есть главный дизайнер наших всех проектов, это Андрей Козлов. Я его благодарю за наши книги, верстку, обложки, за все. Вот, и попросила сделать его бирюзовым, потому что море, небо, все прекрасное, оно такое голубого цвета. При этом, как вы видите, сапфир, мой любимый камень, и это синяя волна, это луч знаний, мудрости. Поэтому и логотип у нас мудро, 21 синий, мудрость жизни, 21, естественно, тоже. И Андрей мне предложил, он говорит, слушай, ну если ты в Сочи, давай тогда делать уже и море, и горы. Я говорю, действительно, у нас же есть зимняя прекрасная тема. И учитывая то, что у меня в Швейцарии был family office, это когда управляешь недвижимостью, естественно, в основном русскоговорящих людей, оплачиваешь их счета, там, ну все-все-все, что необходимо делаешь. Почему у меня тут голубой? Вот, все, что необходимо делаешь. И те, кто приезжали в Швейцарию, тоже там аренда, реал-эстейт, недвижимость, продажа, покупка, дизайн интерьеров мой любимый, обстановка под ключ, то, что я люблю. Вот это, например, фотография, которая, это не фотография, это 3D, которую сделала моя коллега, моя помощница, мой вечный друг и соратник Мария Иванова. Это мы с ней делали проект квартиры из четырехкомнатной квартиры в Порте Вейнере. Это Лигурия, называется Порт Гольфо Дэй Поэти. Гольфу забыла, ну, Гольф, наверное, не Гольф, забыла, не Бухта это называется, но Залив Поэтов. Почему? Потому что там Байрон жил, еще там много каких-то поэтов разных английских. У них же там холодно и голодно, а в Италии, ты же сами понимаете, солнечное тепло. И мы сделали вот такой проект классный. Мария Виртуоз, она делает прекрасные 3D. И что хочу сказать, я обратила внимание, что, кстати, здесь в Сочи очень много агентств недвижимости, агентов, люди нечистоплотные. В Сочи многие люди работать не умеют, не любят. Я понимаю, они курортники, они здесь выросли, поэтому им иногда лениво и иногда недостаточно высокие морально-нравственные ценности у людей. вот, поэтому я решила весь свой опыт и московский, и швейцарский собрать, сложить здесь в Сочи и также не только дома, недвижимость, но и яхты, потому что с яхтами я тоже работала, моим генеральным спонсором на тех концертах и вечерах музыкальных, которые делался. Вот видите, кстати, Венера сегодня в Скорпионе 20 градус 56 в минуту. Я себя пиарю, финансы, но правильно вы же должны знать, какая крутая, и если кому-то нужна помощь, здесь у нас в Краснодарском крае, я, как солнечная дива, очень готова помочь, но за хорошие финансы, потому что у меня Венера во Льве и Асцентент в Львине, но зато я вам сделаю круто, классно, но мой плюсик, я умею делать недорого и красиво. Этот навык я тоже, как скромная дева, за времена всех своих трудов и проектов освоила, поэтому Олис не значит дорого, Олис это значит красиво и гармонично. Вот такой слоган мне сейчас пришел. И вот такой классный мы проект с Марией сделали, квартиру продавали за миллион. Кстати, одному моему клиенту, очень известному в России, человеку, но который живет тоже в Швейцарии, у него компания в Википедии 150 миллионов квартируется, Покетбук компания называется, он тоже продавал небольшую квартиру, которую сначала приобрел для мамы, прямо на берегу озера Лугану, она была в ужасном состоянии, ну то есть там никто никогда не жил, они все выкинули оттуда, потому что дом не новый, где-то 70-х годов был, но там такой, а раньше немцы владели очень многими, казаваканца называется, это так же, как и здесь, в Сочи, апарт-отели, то есть не там, где люди проживают, ну живут, постоянно работают, учатся, а именно там, где приезжают на каникулы, вот эти казаваканца, эта квартира раньше принадлежала немцам, там был ужасный вонючий ковролин, короче, эту квартиру невозможно было даже показывать, я как львица, туда даже пяка-пяка заходить не хотела, что мы сделали с Марией, мы сделали 3D, я его опубликовала у нас на на забыл уже, homegate.ch.ch, вот, и буквально, не знаю, за неделю пришёл швед, практически не глядь, эту квартиру купил, вот что значит эстетика и подача, как значит оптимизировать наилучшим образом визуальный ряд, который мы тоже выбираем по Венере, вот я сейчас запишу себе квартиру, тоже вам инфографику вставлю, она прям классненькая, учитывая то, что она небольшая была, а очень там классные фишки мы сделали, прям сейчас Софу попрошу сделать слайд-шоу, я даже там, у меня в гостевом доме на Рублёвке гостевая комната была на втором этаже, практически на весь этаж, там, не знаю, 50 метров она была, 40, вот, так как высокие потолки с велюксами, я купила круглую кровать туда поставила, и я знаю, что всем людям очень нравится круглая кровать, и не все их покупают, потому что например, если спальня небольшая, круглая кровать там не очень смотрится, и она называлась, это тоже мой друг-производитель из Тосканы, дом-эдитсиони, хотите, посмотрите его сайт, классную мебель, он делает в таком немножко ретро-французском стиле, вы знаете, я во времена до ретро жила во Франции, да, это было мое последнее воплощение перед данным, вот, поэтому я все французское люблю, и она называлась Бот-Оф-Лав, лодка любви, а, я опять ускакала, когда я рассказывала, что про концерт, про яхты, была такая лодка Blue Scorpion 50 MI, 50 метров, трехэтажная, вот, и мы с моими поставщиками, они там делали интерьеры, познакомили меня с владельцами этой лодки, и они согласились и стали нашим генеральным спонсором для моей музыкальной программ, музыкальных вечеров, который назывался по-разному все время, например, Лаго Вочи Армония, Ла Вочи Суль Лагу Армония, вот я делала презентацию Ольги Руманько, да, когда она тоже переехала из Рима жить в Швейцарию в Лугану, в Вилла Принча Пе Леопольда, что-то не знаю, мне сегодня Остапа понесло на ностальгию, 30 минут уже прошло, а вот она не там. Итак, я вам здесь показываю один из своих тоже проектов, это мой кармический друг и проект бомбический, то есть они изобрели, он сам венецианец, и в Венеции у нас в 14 веке была карма, в предыдущих занятиях, которые я делала на тему диагностики кармы, с Ниной Хабме, это из Лондона мы их вели, я делала очень классные инфографики, но мы это убрали, потому что перешли сейчас на более молодежный такой режим, но кому интересно, в на Дзене все эти передачи остались, я единственное там переименовала, это был Союз Познающих Себя, Мудрой Жизни 21, мы как-то это назвали по-английски, Union of Cnotes что-то такое, 21, короче, кому надо, найдете, если что, пишите в комментариях, я вам ссылку дам, так вот, там я делала диаграмму о своем воплощении в Венеции в 14 веке, и вот этот Роберто венецианец, он был герцогом, и у нас с ним была любовь, вот, я вот его в данном воплощении встречаю, и у него такой классный проект, ну, практически нано-татуаж стекла, высоким разрешением, на водной основе красители, но самая фишка, что стекло может быть от 2 миллиметров до 2 сантиметров, и когда вот это происходит, оно становится небьющимся, так, там можно делать 3D, вырезать формы логотипов, и, соответственно, оно не скользящее, можно просто там вот эти пупырышки, да, то есть, вот представьте, мы делали проект для одного, ну, не шейха, но какого-то богатого араба, олигарха, вот, кабинет, и его архитектор сделал такой ему проект, ну, знаете, в Персидском заливе вода такая очень прозрачная, и белый-белый песочек, он ему пол сделал такой в белом песочке, если я найду в своих документах, я тоже это выставлю, Дубай сейчас напишу, вот, потом рыбы, и на столе тоже огромную столешницу, там, кстати, тоже что классно, что вот эти ластры, листы стекольные, они могут быть до 3 метров, ширина 2, и когда мы делали им пробу, а еще что классно, на яхте это можно, вот, представляете, я дом делала в Бенелюксе, один оформляла, даже не оформляла, я была главным представителем заказчика был наш проект, я выбирала архитектора в стиле Фрэнклин Ллойд Райт, я его тоже вам сейчас запущу, как раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, потому уж, как говорил мой муж, сейчас, дожди, гулять так гулять, два без сиропа, ну, это знают наши советские люди, которые у нас автоматы были, одну копейку кидаешь, вода без сиропа, а три копейки с сиропом, так вот, и там, значит, заказчик попросил, он говорит, я хочу, чтобы у меня санузел был в Ониксе, я ездила, искала эту голыбу Оникса, нашла, потом мне, потом я сделала чертеж, потом мне ее пилили, там было холодно, я в Монгутах, в Швейцарской, в Шубе, но это было в России, естественно, в Шубе, значит, там стояла, пока они это пилили, я там все проверяла, что это, так почему я вам это рассказываю? Оникс, можно, блин, и это стоило там, Оникс стоило, по памяти сейчас, около 2000 евро за метр квадратный, стекло стоит 400, оно может быть тонкое, 2 миллиметра, его можно напечатать живым, прям как вы хотите, оно сгибается чуть-чуть, то есть оно, когда стоит двух миллиметров, оно вот такое, согнутое, согнутое, вот так стоит, его можно, блин, на яхты заносить, первый плюс, второй плюс, высотки, чем выше этаж высотки, тем легче она должна быть, потому что есть парусность, кто был в Дубае, этот парус видел, там эти вертолетные площадки, наверху, там пипец, вот, и у нас были клиенты одни, почему я говорю у нас, потому что я была их основным консалтингом, я искала деньги на инвестицию для расширения площадей производственных, ну, в основном, естественно, русскоговорящие приходили, там мои знакомые, клиенты бывшие, сейчас про Лондон расскажу, а потом это скажу, вот, в Лондоне была фабрика, фабрика, гостиница, какой-то четыре звезды, классный отель, у них первый этаж был оформлен агата-блу, это синий агат, он очень красивый, натуральный камень, и когда они делали реконструкцию, реставрацию, их архитектор о нас узнал, потому что мы принимали участие в венецианском биеннале, прям в Венеции павильон, сейчас не помню, в каком году, был наш Кристалекс, там офигенный полк был, там прошло 16 тысяч человек, ни одной по марочке, ну, короче, там было круто, 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 а почему мы говорим 16 тысяч человек, мы там делали золотую арку, но Венеция, это же золото, это же мы, львы, сам Марко лев с крыльями, вот, там поставили счетчик, ну, на одну сторону, людей, которые входили, 16 тысяч человек, у меня есть фотография этого пола, пол Венеции, пишу, вот, и они заказали у нас двухмиллиметровые на стены и 1,8, ну, 1,8 миллиметров на пол, естественно, мы там, у нас дизайнеры работали, они делали так, не как плитку, блин, печатают вам один и тот же рисунок, нет, оно все разное, как будто натуральное, и ты трогаешь, оно натуральное, ну, как оно, стекло, кстати, стекло тоже особенное, там нам американцы делают, потому что обычное стекло, оно с зеленоватым оттенком, сероватым, блин, я сейчас и секреты расскажу, но ухал, не буду рассказывать, хватит, так вот, вот он, кристалекс, и я сделала проект такой прямо перед пандемией, и, к сожалению, мой проект по украшению дому, фасады, и сам кристалекс закрылся во время пандемии, потому что швейцарцы платили 80% зарплаты, так как я была по контракту, мне нет, вот, но, так как они сами, у них ноу-хау очень крутой, у них там, я не знаю, несколько терабайт, памяти, весь их, все их оборудование, оно 100% экологичное, там мы их 9 месяцев проверяли, швейцарцы, они говорили, так быть не может, они говорят, ну вот так, блин, мне говорили, нет, так не может быть, где-то должна быть химия, где-то должна быть вредность, они говорят, нет, у нас лаборатория полмиллиона, нам каждый год стоит под Венецией, вот эти все красители, все-все-все-все-все, все-все-все-все-все, они разрабатывают, и поэтому они брали кредит в банке для того, чтобы это оборудование купить, и они не смогли платить этот кредит, короче, завод, ну, фабрика, заводом это назвать нельзя, там один был, Капанон, как это по-русски, ангар, который, в который было вложено пять миллионов долларов, забрали за 150 тысяч, они-то его забрали, но они же ничего с ним делать не могут, они не знают, технологии нет, ну, короче, он захерился, вот, и сейчас, после пандемии, у нас новое дыхание, вот, открыли лабораторию пока шоуру, ищем инвесторов, так как я русская, так как я живу в России, так как они меня любят, потому что я пахала там так, у нас карму же ищу, вот, они очень хотят работать в России, я сейчас буду искать инвесторов, инвесторы, будем делать здесь производство, потому что сейчас нецелесообразно делать ничего касательно этого, касательно перевозок, ну, во-первых, санкции, выставок бензин, в-третьих, границы, в этом нет никакого смысла, для того, чтобы сделать завод, надо где-то около 2 миллионов долларов, который будет производить на 7-8 миллионов долларов в год, прекрасного стекла, потому что там хорошая прибыль, все натуральное, вот, какой мой проект был, я говорила, вот видите тут, бриллиант, кристаллец, берем обычный дом, про этот проект я вам не буду рассказывать, дома роста я придумала, вот, не буду время тратить, кому интересно, пишите в личку, вот, мы его украшаем кристаллексом, и он становится вот такой красивый, то есть на любой дом минимал, да, мы делаем там любые, ну, короче, фасадные вещи, потому что, у нас, ну, до пандемии был тоже партнер, который хотел заходить с нами, они вентилируемые фасады делают, ну, в Италии, но в основном, границ, там, песчаник, да, мрамор, у них есть стекло, но стекло однотонное, и у него есть минусик, если бьется одно стекло, оно же выгорело, практически невозможно его повторить, а мы спектральным анализом можем перепечатать все, что угодно, даже если у вас фасад там, я не знаю, в каком-нибудь там золотом мраморе, и у вас там что-то разбилось, или вы хотели расширяться, и вы там, я не знаю, стену открыли, и вам надо, мы можем, все, так, поэтому мы сейчас уже на фазе того, что надо готовиться оборудование, скоро оно будет готово для Италии и Швейцарии, скажем, Европы, так, готовы они под моим руководством открыть производство в России, я так вижу Краснодарский край, наш Краснодарчик, возможно, может, Ростов, короче, ребята, звоните, пишите, я готова с вами работать, вот, кстати, вот, вспомнила, немного собрал Дерсову эту тему, пообщаться, тоже мой клиент в прошлом, так, о чем я говорю, если я ищу мудрость, это не значит, что я должна ходить в рваных, там, я не знаю, холщовых каких-то платьях и в лаптях, нет, гармония во всем, мы сейчас разрабатываем с моей компанией, с моей командой по консалтингу новой эпохи, как развивать свой бизнес, как сказал Владимир Владимирович Путин, сейчас в центре человек, потому что вот эти все активы надутые, вот эти все фондовые биржи, они сейчас будут все сыпаться, поэтому у кого там, я не знаю, есть акции в Кока-Колах и всяких Макдональдсах, убирайте, даже Нестли и все остальное, фарма, вот это все, вся фарма, это все раздутая, этой фарме не надо, чтобы вы были здоровы, он у меня вчера с сын сходил к врачу, благо сообщил мне об этом вчера вечером, я говорю, ничего не пей, не делай с того, что они тебе пишут, я сделаю диагностику, у тебя мама, я с ней знающая, я с ней ведущая, я тебе все пропишу в психиологии. Так вот, когда мы говорим о гармонии, мы говорим о том, что мужских или женских денег не бывает. Мы говорим все время в нашей рукописи «Он и она», что когда мы союз, божественная пара, жизнь видит нас как единое целое, и поэтому женщина может вдохновлять мужчину просто даже своей любовью, готовя ему завтрак, провожая его на работу, даже если она сама идет тоже работать. «Он и яйца» 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 его супермаркету находился главный офис, вот эти черепа с камушками, ничего в этом плохого нет, если вы осознанно идете по жизни, вот как я вам передачу в последние луна, да, о сне, о гаджетах ночью, о страхах, о саморазрушении, о негативе, и какие бы натуральные, вот стекло, да, натуральное, прекрасно, тело даже натуральное не прекрасно, потому что ты венец мироздания, венерианцы нам сделали такую красивую кожу, такие красивые тела, органы, которые работают по божественному алгоритму, я сегодня описание в ютубе изменила, потому что я познала его божественный алгоритм творца, творец, мужчина дает код, проект, материя, мать, женщина воплощает ему, дает мир материальный, поэтому мы, женщины, должны вдохновлять мужчин на созидание и на творение, ну и вот тут она в наушниках, что она там слушает, чем ей там уши засирают, я не знаю, вот опять он, ну, я же бизнес-леди, предприниматель 30+, дева, которая раскладывает все по полочкам, статистика в Швейцарии очень прекрасная, я сейчас обратилась к статистике нашего прекрасного РБК, вот посмотрите, в 2018 году оборот тату-салонов составлял 11,83 миллиарда рублей, кролики думали, что они любят друг друга, их просто разводили, так? Да, потом был спад в 2020 году, ну, понятно, пандемия, маски в салонах запрещены, я посмотрела статистику в крайнем по Венере занятии, вам говорила, что 50+, мне 55 лет исполнилось, у меня ни одной татушечки нету, вообще ничего, когда-то в Москве мезотерапия, лицо, все, все остальное натуральное, а еще я вам признавалась, я делаю этот татуаж губы и ресницы, я даже на угле этих, на гвоздях воздестоянием занималась, но теперь, когда я знаю о своем божественном существе, я больше этого не делаю, я на море, на мелких камушках вот так покрутилась, к какому камушку куда надо нажать, там и нажалась всему свое время, поэтому то, что с вами происходило, даже ужасного, со мной много ужасных вещей происходило, и я много ужасных вещей делала, но все это опыт, опыт переходит в навык, поэтому никакого чувства вины, поблагодарили жизнь, попросили прощения у мироздания, у планеты Земля, у Солнца, извините, пожалуйста, простите, я только учусь, помогите набраться уму разума. Так вот, 50-летки, там где-то около 20%, 15%, я сейчас уже не помню, имеют тату, но тогда мы говорили с вами о этой блатной графике, когда вор в законе там все нарисовал и сидит такой на нарах, и новичок заходит, думает, о, этот крутой, ну, мы же не на нарах, мы на пляже, ребят. Так вот, на сегодняшний день статистика РБК, люди в районе 30 лет, 300 лет, я хотел сказать, да, я такими масштабными мыслях, 30 лет, около 34% имеют татуировки, даже в самую маленькую, и на сегодняшний день в 22-м году 17,8 миллиардов рублей оборот тату-салона. То есть, вы тратите свой божественный ресурс, время, чтобы заработать деньги, потом вы тратите свой божественный ресурс, время в тату-салонах, чтобы эти деньги потратить и испохабить свое тело, с одной стороны. С другой стороны, я вам говорила, что ничего просто так не бывает, и наблюдая за татушками у людей, вот вчера с прекрасной девушкой-женщиной познакомилась Анастасия, у нее на руке, очень красивая такая вязь, очень красивая фигура, очень много времени в тренажерном зале. Но, что хочу сказать. Помните, я вам говорила в крайнем занятии, что те, у кого были крайние воплощения в Японии, делают японские. Те, кто там индейцами бегал, у меня был один бойфренд, он очень любил индейцев, у него была татушка два перышка. Вот. Я ему рассказала о законнице лесообразности, то, что на Харлее ездил, там это все окей, ладно, это свобода, вот это вот, да. Вот. Но потом ему так выяснилось, что какими-то этими... А, он сказал, ну, что такое? Я говорю, слушай, американцы их убили, всех практически. Он говорит, ну и что? Это ж когда было? Я говорю, даю тебе более свежую сводку. Бомбы, которые были сброшены на Хиросима и Нагасаки, они тоже как-то по-индейски назывались. Он говорит, ну, а мне пофигу. Вот поверхностный человек. Почему? Потому что, когда он был индейцем, это сын воздуха. Почему любит Харлея? Сын воздуха. Так? Это память есть. У нас славян, арийских славян, тоже память есть. Распаковывайте её, вспоминайте, что вы дети солнца и матушки земли, конечно же. Так вот, люди делают тату в основном из парадигмы нравится или не нравится. А почему тебе нравится это, а другому человеку другое? И вот я вам хочу сказать, я не просто так одела это платье. Я дизайнер интерьера, входила, покупала ткани на шторы, увидела вот этот трикотаж. Моим любимым художником был Густав Клинт. Австриец. Я даже, будучи уже немножко беременной, полетела в Австрию, в Вену, на Рождество, чтобы посмотреть вживую. Сочесьёны, это павильон в центре Вены. И есть музей, где максимальное количество работ Густава Клинта представлены. Увидеть своими глазами это было прекрасно. Недавно, кстати, увидела фильм, что именно поцелуй Клинта забрали у евреев австрийских, и как его отсуживали наша внучка русской бабушки Хелен там играет роль вот этой американки. Смотрите, очень классный фильм. Я её всё время пиарю. Вот душа когда нас тянет, потому что она в фильме «Последнее воскресенье» играет, так, сейчас запишу Клинт, и «Последнее воскресенье». У меня этот слайд уже есть. Играет там Софью Толстую, жену Льва Николаевича Толстого. И вот как там противостояние идёт, да, когда они сначала в гармонии, у них 13 детей, пятеро умирают, восемь остаются, потом он начинает искать свой путь, да, вот, и почему он умирает не дома? Почему они ругаются, так сказать, на старости лет? Потому что они зашли в дисгармонию. Она говорит, на какие деньги будет жить Татьяна, наши дети? А он говорит, что всё, что я написал, это достояние общественности. Почему опять же об этом говорю? Вот сейчас пишу списки, что мне из Швейцарии вывозить, забираю оттуда вещи, всё, я россиянка. Вот, и у меня там три книги, которые достались по наследству. Лев Николаевич Толстой, издание 1913 года. И первое, что я сделала, я сделала скрин подруги, сказала, эти книги забери. Они не должны в кладовке лежать, пусть лежат у тебя. Да, вот, соответственно, гармония во всём и целесообразность. И вот, значит, пиарю, почему своё платье. Потому что нравится мне Климт, я поцелуй Климта себе на заднице изображать не стала. Я купила ткань, это стоит намного дешевле. У моей подруги было отелье, и по моему эскизу мне шили вот такое платье. Было это 100 лет назад, ещё у Москвы жила, в 2008 году. вы, наверное, будете. Или седьмом. Красиво? Красиво. Вот. Я не буду вам приводить примеры, что, когда вы станете бабушками, дедушками, это будет скукоженное. Да? здравомыслие. Я не буду. Здравомыслие я пропагандирую и мудрость. Дальше. Ещё одни расходы. Вот следующий слайд. Куришь? У меня 18+. Спрашивает прекрасная, милая женщина тоже с декольте. Да? Смотрите, что я посчитала. Я раньше курила. Я вам рассказывала. Бросала несколько раз. Один раз бросала, когда первый раз забеременела старшим сыном, который герой моей книги. Ну, не герой, но он меня вдохновил. Потому что, естественно, я создала несуществующую реальность. Его вторую половину «Любовь к Марию» я намечтала. Но мне надо было вам показать, как это может быть. Без того, чтобы тратить время на косяки и всё такое, всё такое. Так вот. Куришь? Спрашиваю я. Смотрите. Сигареты. Они стоят там 200-300 рублей, да? Вейбы, вот эти вот, в которых... Вот я вам рассказывала про наностекло. Там нано-наркотики находятся электронные. И эти паровые, и эти арома, и такие, и сякие. Та же нанотехнология, которая была и в тестах на ковид на Западе, и в прививках. Их все привили. Они все биороботы. С одной стороны. С другой стороны. В них развили это чувство страха. Вот это вся постоянно публикация. Эти умирает, умирает. Там итальянцы, они же эмоциональные. Они орали, 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 орали. Но благодаря этому они разбудили меня. Да, как кто Герцен разбудил кого-то, а кто-то разбудил Ленина. Ну, короче, итальянцы своими криками про ковид разбудили меня, я решила стать писателем, потому что людям надо объяснить, как устроен мир, потому что так больше жить невозможно. И прежде всего вам, молодежи. Ну, и нам, взрослым, тоже уже прошло, пришло время промывать мозги, потому что эпоха Водолея вот-вот. Ну, так вот. Они стоят, ну, я посмотрела в Швейцарии, там, 20 франков. У нас, наверное, 2000 рублей. Я не поленилась, я зашла в Яндекс.Маркет. И вот представьте, вы курите, я не знаю, поскольку вы к штук курите, но я утрированной форме. 2000 рублей, 365 дней в году. Окей? 730 тысяч рублей в год. Вы тратите свой божественный ресурс для того, чтобы эти деньги заработать. Потом вы покупаете сигареты, и они ваш божественный ресурс усыпляют. Усыпляют, потому что там смолы, потому что там вот эти вот нано-коды. Они вас на них подсаживают. Мы с Ниной Хабне, с которой вели союз познающих себя мудрой жизни 21. Она выбросала, ей было очень сложно, ее ломало. Она говорит, это сложнее, чем бросать, курить. Но в его концовке человек ушел немножко в негатив. Все. Просто мы стали на разных вибрациях. А что такое негатив? Негатив – это энергия разрушения. Себя прежде всего. Дальше статистика. Я ж делаю. Ну, сколько мы тратим время? Ну, пять минут даже, чтобы покурить, да? Тот, кто работает, вы еще тратите время, чтобы дойти до того места, где можно курить. Кто курит дома, нет. У нас соседи на балконах курят. У нас общественный балкон. Кстати, воняет так ужас иногда. Мне окно открыто думают. Ну, вы, блин, курите. Или идешь по улице, да? Благоухание, магнолий, красота, запах моря. Перед тобой идет мужчина и курит. Думаешь, блин, а я не хочу курить с тобой вместе. Первое. Ну, ладно. Рядом идут его дети. Они курят вместе с ним. А потом он будет им рассказывать, курить вредно. Ну, бред. Народ, вы же сами показываете пример. С гаджетами то же самое. Сейчас вижу, пошла реклама в Телеграме. Как вытащить ребенка из гаджета? Вы себя вытащите сначала оттуда, а потом мы уже про детей ваших поговорим. У детей тогда это гаджетомания тоже пройдет. Так вот, пять минут, да, пять минут это двенадцатая, ну, ноль двенадцать часа. Да, 60 минут делим на пять, двенадцать. Умножаем на двадцать штук. Мы практически два с половиной часа в день вы курите. Хереть? Думали об этом когда-нибудь? Так? Я вот, например, в Швейцарию почему переехала? Потому что я увидела, ну, как бы, муж умер, меня ничего не держит. Я спросила себя, что меня держит? Бизнес и образование детей. Пять часов в день в машине ты выезжаешь, первая Успенка я жила, и встал, блин. Потому что если раньше сначала жил только Путин, потом еще там стал жить Медведев, вот эти все мигалки, вся эта перекрытая Рублевка, и когда я еще жила поближе, меня тоже перекрывали, а когда стал жить подальше, мы же перестали перекрывать. Так вот, пять часов в день, плюс я думаю, восемь, я еще где-то сплю. Восемь плюс пять, сколько? Тринадцать. Будем считать четырнадцать. Так? А в сутках двадцать четыре часа. то есть, по сути, три пятых. Кстати, вот мы русские, советские, умеем считать в уме. Вы умеете считать в уме, молодежь? Или только калькуляторы? Мы с этими, с беженцами, с украинскими пошли один раз записывать, я как переводчик работала в Швейцарии записывать к врачу. Пипец, они вдвоем считали на калькуляторе. Я стою с Людмилой, говорю, Люда, обрати внимание, она говорит, да я и на кассе вижу это, и все. А она была директором школы. Она говорит, оля, ты пипец, я говорю, вот так вот. Как наши мозги забивали? Сначала оттуда разум вывели. Так? Забвели интеллект, инти-инти-инти-рес, выходи на букву С. Буква С вам не нужна, нужна вам буква А. А, с буки, я, есмь. Люди, просыпайтесь. Так вот, получается два с половиной часа. Вы курите. А я поняла, что мне 40 лет. Я столько времени провожу просто бездарно. Я переехала в Швейцарию, там стали сниматься мои все эти скорлупки. Снялись. Теперь я вернулась такая чистенькая, кристальная. И познаю мир вместе с вами благодаря вам. Я такую статистику про курева никогда не видела. А вот теперь давайте вот эти два с половиной, два и четыре часа умножим на 365 дней в году. Вы же каждый день курите. 876 часов в год. Знаете, что мне напоминает эта цифра? Блокада Ленинграда была 876 дней. Вы себе сами устраиваете блокаду. Вы травите свои клетки, которые должны вибрировать. Там есть митохондрии, там есть буравчики. Сыну поставили определенный диагноз. Ну, я молчу, что у него одна рука черная, на другой моя фамилия написана, и еще там что-то. Ну, вы знаете, он проходил темный, он же герой книги, темный этап жизни. Но, по крайней мере, он говорит, а я сказал, я не буду татушки покупать. А ему друг бил, подсаживал его, да, чернуху в него забивал. Мало в нем было, ему еще чернуху забивали. Ладно. Я говорю, а что ты хочешь? Он работает с Америкой. Я говорю, а что ты хочешь? Ты ночью работаешь. Мелатонин, гормон, у тебя вообще отсутствует. Тут занятие Луна как раз об этом рассказывала. Днем спишь. Все. Ты трудоголик. Ну, понятно, у него пять планет. В книге его Наталка написано. Пять планет Скорпиони, бабки, шесть Стрельца, огонь. Ну, вот. Вот так. Соответственно, буду сейчас ему делать диагностику, смотреть, делать ему расписание дня, что ему есть, как ему спать, цветы Баха подключать, тонковибрационные, аромодиффузоры, масла, сама ему буду делать крема, все такое, что тело орет, все. Психосоматика. Это манифестация тела. Я говорю, а тебе 29 лет в этом году исполняется. Сатурн придет. Я говорю, осторожно. Вот. Короче, хотите курить, хотите не курить. Нравится, не нравится, как говорится, спи, моя красавица. И в заключении хочу вам напомнить, что Венера это гармония двух начал, прежде всего, что женщина это муза, мужчина это творец и созидатель. Действенная сила. У них даже знаки, видите, как переплетены и насколько похожи. про человечка, про это я вам рассказывала на предыдущем занятии. И да, пришло время гармонии, призываю вас к ней. Вот стоит он, а она, у нее красная любовь, божественная, несексуальная. огонь, огонь, у него желтый разум, разум, да, разумце, зум, не зум, не американское приложение. Разум с умом, рак, сознание с умом. Вот так вот я вам разобрала. Да, у него бриллиант, который сверкает. Мы на предыдущем занятии говорили, как это стать из уголька черного камня. Или какашки, стать алмазом, а потом огранить и стать бриллиантом, многогранной личностью, которая зарабатывает деньги во благо, опираясь на законы мироздания, никого не обманывая, никого не узурпируя, не спекулируя, да, по достоинству оплачивает работу сотрудников. Так. Приходит домой в гармонии муж с женой, с детьми, выходные должны быть выходными, а не день, когда вы разбираете свои завалы на работе. Нет. Вы должны общаться с природой, жизненная энергия. Не помню, рассказывала ли вам или нет. У меня тут у сестры собака, про собаку я рассказывала, что она взяла из питомника, что хозяйка умерла от рака. Вот тоже. Вы думаете, ей там где-то сверху отключили, убили ее? Нет. Она сама, блин, своими действиями, мыслями вот это себе все наработала и душа сказала. Давайте попробуем поболеть онкологией. Может быть, вы проснетесь? Нет, не проснулись? Ну ладно, я тогда не вижу смысла продолжать путешествие под названием жизни в данном теле, потому что его управляет та личность, которая меня не устраивает. И вечный странник уходит на свой план бытия, а личность тут бегает привидениями, одержателями. Так вот, собака. Дали там свекрови на пару недель надо было передержать и новый корм. Собака новый корм есть не хочет. А свекрови подарили какой-то левый сыр. Что делает свекровь? Этот левый сыр трет на этот левый корм. Бренд тот же, а внутри, по-видимому, подделочка. А есть люди, которые зарабатывают деньги на этой подделочке. Вы думаете, карма не придет? Сыры вредные. Карма не придет? Придет, ребята, тут прям в 25-м году уже начнем. Сейчас у нас тут и Плутон, и Уран, и Сатурн. Сейчас все дальние планеты активизировались. Ребят, шарашит так? Меня тоже. Но я разбираю это на тонком плане. Прошу прощения и у прошлого, и у геоточек определенных. Кстати, приглашаю к себе на курс сам себе дирижер и старый млад, как я написала в новом описании. Ребят, одному сложно, надо быть в команде. Со стороны можно всегда подсветить. Вас опыта не хватает? Вам кажется, а что такое? Мы вот тут разбирали эти тесты. тест на беременность лежит рядом с жвачкой, презервативами в пятерочке на кассе. Вот я в своем чате с учениками разбирала. Кстати, так приятно! День учителя! Первый раз получила поздравление как учитель. Они были такие классные, такие красивые! Я рада и благодарю, спасибо! Так вот, мы должны учиться жить в гармонии закон целесообразности, здравомыслия, знания, опыт. И в заключении хочу поблагодарить наших высших наставников, которые были с Венеры, которые взяли на себя эстафету с нами, с человечеством работать, так как марсиане с частью лунариков, ангелов стали падшими, не оправдали доверие Творца, и венерианцы стали нашими наставниками, стали жить среди нас. А сегодня хочу сказать, что даже те труды, которые писали предыдущие астрологи, да, эзотерики, тайны и знания, они прекрасны, как фундамент, но сегодня наша солнечная система находится уже совершенно в другом месте, не так, как она находилась сто лет назад, тысячу лет назад. За два миллиона триста тридцать тысяч лет Солнце делает вращение между центром нашей галактики Млечный Путь. И на ее жизненном пути встречаются совершенно разные прекрасные звезды. Сейчас заплачу, все, не буду дальше, потому что реально расплачусь, потому что это красиво, так вы себе представить не можете. Все эти звездные храмы, которые кто создает? Звездные пары. И я всегда раньше говорила вам, что солнце, папа, земля, мама. Нет. Солнце это проект папы, да, которое мама солнца нам материализовала. И в них также много безмерно тел, которые мы не видим, 7, 7, 7, 7, 7, 49, и пошло и поехало. Вы представляете, это кто-то, какие-то два великих прекрасных жители нашей галактики так полюбили друг друга, что они стали светить так ярко. Я желаю того же и выключаю, пока не расплакалась. потому что кто у нас там? Плутон, кстати, вот еще последнее. Плутон у нас в последних минутах Козерога. 29 градус, 39 минута. Он скоро, совсем скоро переходит в эпоху Водолея. и там тоже. Плутон, да, это карликовая планета, маленькая, 248 лет делает вращение вокруг Солнца. Но, как я вам говорю, я считаю, что все наши планеты это спутники. Он собирает эти энергии в межзвездном пространстве, общается с другими звездными парами и приносит нам все наши дальние коллективные планеты, да, все, кто после Марса. Ну, Цереру, ладно, ее там обгрызли немножко, она еще будем считать ее личной, но уже Юпитер, Уран, Нептун, Плутон, Сатурн забыла. Сатурн, прости, я тебя забыла, не бей меня, шучу. Вот, они все собирают энергии и когда Плутон заходит под созвездие Водолея, он начинает нам транслировать, а Водолей это все без границ. Вот я не удивлюсь, я, кстати, может быть, даже проверю, попрошу своих друзей-астрологов, кто поопытнее меня, что будет парад планет Водолеи. спрошу, когда это будет, блин, ребят, вот тогда и будет вот этот чебедах и какая-то звезда к нам летит, их много сейчас, новых энергий и новых планеток, которых мы не знаем, которые далеко там за 15 тысяч лет от нас собирают вот этот алгоритм прекрасной мироздания, они нам транслируют. даже вот смотрите на показатели Шумана, как все меняется, и когда меняются вибрации вашего тела, перестаньте жить в мозгах с этими сатанистами, которые воруют вашу божественную энергию, перестаньте забивать чернуху, вашу божественную клетку тела, перестаньте курить, туда, газами, вот это вот все наполнять. наши легкие это как растительный мир на планете Земля, да, они легкие нашей планеты, у них фотосинтез, они наши эти CO2, это наши все, то что все говорят там коровы пердят, это не коровы пердят, это у вас мозги уже воняют, у нас достаточно лесного массива, чтобы CO2 перерабатывать в кислород, у нас кстати скоро будет избыток водорода, готовьтесь к этому, и гелия от солнышка, а гелий нам нужен для мыслительных процессов, поэтому еще раз говорю, выгоняйте всех этих сатанистов оттуда, и начинайте уже жить мудростью жизни, пробуждайтесь, просыпайтесь, дышите полной грудью, перестаньте горбатиться на эти все бигфармы, все эти кока-колы, все эти это же они, вот, смотрите, есть земля, есть эти, как они, континенты, страны, города, дома, семьи, вот она, фракция, так я вам уменьшила, есть глубинное государство, эти комитеты триста, эти там, римские клубы, вот это все, да, которые там, у них посвящение, блин, прям, они чуть ли не за руку с этим, блин, Люцифером братались, посмотрите, у Байдена мозга нет от слова совсем, у него его выпили, Америка была, вы помните, вот совсем недавно, крутая страна такая, мы даже боялись, кто они сейчас, они занимаются саморазрушением, так же вы, когда курите, занимаетесь саморазрушением, там сейчас, кстати, чуть не плакала, вчера я увидела в аргументах и фактах, у них там триста километров леса горит, во Флориде, так мы все не будут, короче, все, пока.